30-е и 10-е, 24-й год, Василий Анастасовский на Большом канале. Взял уже ряд видео вам, ну давайте, думаю, еще на такую тему как бы побазарим, да? Ну не так, это в шутливой форме, но просто продумаем ее, обсудим. Итак, Зеленский заявил, что да, он просил эти томогавки. И вот там у него в пункте есть этот план Победы, и он просто поражен, что, как это можно так, конфиденциальная информация и вдруг вышла наружу. Это хорошо. Еще раз, ему надо Евангелие, но он его просто не читает, наше Евангелие Иисуса Христа, Господа и Бога нашего. Там написано, Зеленский, нет ничего тайного, что не станет явным, нет ничего сокровенного, что не откроется. Понимаешь, Володя, отчим твой, папа, может, тебя с мамой не научили этому, нет? Дедушка не учил, нет? А зря. То есть, сейчас будет тушить и свет, все полезло кверху. А есть чему лезть, есть чему лезть. Вот, и будут сейчас все больше, это очень серьезно, то, что вскрылись эти тайные приложения, так называемого, плана перемоги Зеленского. Потому что там еще, это ж не одно приложение, там их много. Более того, офицер дал интервью, вот это, и как ее... Вот, и она там все время герой этих таких разных сюжетов Дойче-Веле, заповедник. Узеева или как там ее... Мы, кстати, она там с Семаньян и еще там со всеми другими выступает, с Машей Захаровой. Так вот, офицер очень серьезные вещи сказал, что Зеленский просил ЕС, чтобы они разместили ядерное оружие в Украине. Еще там, то есть, он такие какие-то вещи предлагал и говорил. И он, очень важно, что офицер сказал, говорит, что уже Зеленский, в общем-то, всех достал. И ему говорят, вот тебе оружие, типа, он там, Хорватия даже дает, там, какие-то танки, которые у него были, югославские, БМП, там, а им отдает Западная Германия, отдаст им эти леопарды. Говорит, на тебе оружие, на тебе деньги, и тоже деньги них, деньги, кредит под Россию, под деньги Путина, представляете? Только, говорит, отстань от нас. Хочешь там воевать, уже иди воюй там, хочешь, только мы, ты уже нам надоел. Это очень серьезно. Но зато, на украинцах молодежь, у нас молодежь такая, продвинутая, это 80-е годы, 90-е, 2000-е, они просто балдеют. Они когда слышат, Зеленский, Зеленский, наш Зеленский, мы с Зеленским, и Ермака нам давайте, и Умерова нам давайте, и Стефанчука. А Стефанчука нам лучше с братом давайте, мы просто за них. А за Шмигаля мы вообще горой станем, мы все готовы за него. А Рахамия, это наш вообще рулевой. И вот поэтому такая у нас идет всякая шлеподромная ситуация. Она все время будет, она все хуже будет. Понимаете? Потому что наверху такое вот. А раз оно наверху, оно везде. Плюс все хотят порешать и хотят бабло срубить. Вы же видите, что творится. Все как просто очманели. Всем дай деньги, но при том никто же не хочет сам их заработать. Все хотят стырить деньги у народа. Все думают, все лохи. Поэтому куй железа, не отходя от кассы, надо снимать кассу и быстренько, и все. И все это делают. Ну и раз так все делают, значит, она ж рыба откуда гниет? Да, оттуда, с головы ж она гниет. Она ж не как-то по-другому. Она ж где с хвоста? С хвоста ж нечем угнить, правда? А в голове там есть что угнить. Рыбу ж разделывали, знаете, как происходит. Особенно если рыба такая большая, жирная такая, там сом какой-нибудь, да, там вообще в голове сколько всего есть. А если взять там другие головы, так там вообще много чего есть. Поэтому процесс следующий. Зеленский, конечно, уже не выдерживает. Начал там уже бочку катить на всех этих своих бывших партнеров, которым им все время каждую минуту дякую, дякую, дякую. Потому что парандерни его уже сливают. И здесь наступает очень серьезная коллизия. Чрезвычайно важная коллизия. Итак, вот пятое, я вам объяснял. Пятое число это точка бифуркации. Происходят выборы. И неважно, какие будут результаты. Однозначно, что победы Камалы не будет. Будет ли победа Трампа? В принципе, я думаю, должна быть. Но признают ли ее демократы, это большой вопрос. Но даже если объявят, что победила Камала, трамписты, я так полагаю, точно не признают, что она победила. И вот тогда начинается, как это самое, разброты, шатания в рядах Соединенных Штатов Америки. Очень жесткие, очень жесткие. Ну и естественно, что уже Трампу объясняют, что парень, ты уже теперь никуда не слезешь, и тут уже давай вперед, и, как это говорил, на белом коне вперед, как иди, как вождь всех времен и народов. И тут уже Трампу, в общем-то, он же понимает, что в следующий раз уже так, как обошлось, что в ухо попали, а в следующий раз уже точно не промахнутся. Поэтому он четко все понимает, и он уже будет действовать, уже мосты все сожжены. Ну я так думаю, может его начнут уговаривать всякие там Помпео и прочее, но я полагаю, что он же не поверит в это. Вот, и тогда начинается серьезная рубка. Вот когда начнется рубка, тогда начнется событие в Украине, поскольку режим потеряет Зеленского, он и так нелегитимен, абсолютно. Это антиконституционная клика узурпаторов. И вот как только он лишится американской поддержки, кто у него останется? Вот эти вот королевские дома несчастные, их давно надо уже ликвидировать. Кому они нужны? Ну кому они сегодня, в 21 веке, вот эти надстройки сгнившие, кому они нужны? Их просто нужно выкинуть нафиг. А это ж сколько паразитического материала, который все время поедает все. И все время вот это ж разыгрывает какие-то... Так же, как в Британии, первое, что британцам надо сделать, это ликвидировать эту палату перов. Это вообще сгнивший организм. Ну посмотрим, это ж их дело, тут же мозги не ставишь. Но в Европе не останется тех, которые могут поддержать Зеленского. Ну просто их уже не будет. А кто будет его поддерживать? Вот этот вот Макрон, который в Тулузе устроили там, вы же видели какое? А говорит, у нас мы хотим, чтобы у Украины были такие ценности европейские. Посмотрите это, то, что они в Тулузе сделали. Там бедный этот епископ Тулуз и этого, или что там. Так он просто не знал, куда ему после этого представления деться. Врататими называются. Но это в самом деле, это полный таз. Это даже, даже там все говорят, что это открытие Олимпиады, это просто детский лепет по сравнению с Тулузой. Вот это ценности. Ну туда и вас поздравляем. Или там еще всякие ценности там у Германии, там Штутгард они сделали, тоже там классную ценность сделали, вот, по поводу христианства и прочего. То есть, Западная Европа, она в каком-то своем вот верхушечном виде, она полностью сгнила тоже, полностью, вообще сгнила. Так на Западе, в Америке там хоть есть вот эти силы национальной, среднего класса, буржуазии. А в Европе, так я так понимаю, что и вообще нет. Но, что важно, как только начнется кардибалет США, вся вот эта европейская пуштуха, она сразу тоже поникнет. Уверли цветики, сгорели лютики, понимаете? И Зеленский останется вообще, его режим без поддержки, без оружия, без денег, без вот этих вот признаний его, как будто он на самом деле что-то определяет. И вот тогда начнется буря серьезная, потому что уже противников, врагов у Зеленского очень много. И как только не будет внешнего фактора, то вот эти все, которые его внутри поддерживают, это вообще не серьезно, что с ними сделают. Это просто не серьезно. Поэтому еще раз говорю, вот судьи, прокуроры там и прочие там, и в СБУ, которые, и в налогово, и везде, вы, ребята, так сильно за него не гребите. Потом не отмоетесь. Ну, не отмоетесь потом. Я вам реально говорю, как человек, который является очень, ну, практически мне нет равных в анализе и в таких сценариях, и во всех многих вещах. Я же для вашего блага стараюсь, чтобы вы же потом выжили, и ваши там эти близкие, и чтобы у вас проблем не было. Не гребите за них. Не гребите. Вы говорите так, я не я, и хата не моя. Я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Ой-ой-ой, ты не беспокойся, я тебя не трону, и все. И у вас тогда все хорошо будет. А будете заниматься террором, преследованием, то, что вы сейчас вытворяете с мужчинами, и вообще в этих всех процессах, ну, сейчас 21 век. Это информационный космический уклад. Вы нигде не спрячетесь. Это вам я даю тысячу процентов. Вспомните, Олега Ильича. Вот такой бы я вам небольшой такой бы зарисовочку, анализ делал. То есть, по-любому, после 5-го числа, режим Зеленского, мы это уже видим, уже вот эти все, то есть, его неприятие на Западе колоссально растет. Его, Ермака, Шмигаля, их просто уже, ну, они уже набили оскомину. Зеленский просто, я думаю, что он уже для многих представителей их эстеблишмента западного стал неудобоварим. Они его просто уже на дух не переносят. И после 5-го в Штатах, когда произойдет все, не имеет значения, как там будет, какой будет результат. Значения не имеет. Он уже никому не нужен. А как только Штаты от него отвернутся, Зеленский уже говорит, что мало дали, совсем оружие и так далее, на 4-й год, что вот никто не хочет, а что же воевать? За кого? За Зеленского воевать? За Кучму, за Пинчука, Ахметова, Левочкина. За кого воевать? За Black Rocks воевать? За кого? Это же не просто воевать. Жизнь надо отдать. Калекам места. Вы че? За них? В 21-м веке? Когда все свободные? В Харте прав и свободе человека? Вы чего? Что, сейчас кто-то вспоминает, кто погиб в Афганистане или в других местах? Или, может, Небесную Сотню кто-то вспоминает? Или те, которые погибли в 2014-2015 году, кого-то интересуют? Вы о чем? Вы о чем? Очнитесь, дорогие мои. Очнитесь и начните думать реально, а не под воздействием каких-то испарений зеленого цвета. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok